Привет, друзья! Сегодня я быстренько-быстренько расскажу, на какое расстояние можно раздвигать динамики друг относительно друга. Ну, то есть люди сейчас спрашивают, как определить расстояние, на которое можно раздвинуть твиттер от вуфера, предположим. Я вам скажу так, что длина волны на частоте соприкосновения этих двух полос, то есть вуфера и твиттера, должна быть меньше, чем расстояние между ними, линейное расстояние между центрами излучения. Ну, то есть, допустим, если у вас частота раздела 330 Гц, то скорость звука 330 метров в секунду разделить на 3300 Гц получится 10 сантиметров. То есть от центра твиттера до центра вуфера может быть 10 сантиметров. Если вы раздвинете больше, получится интерференция на частотах близ частоты соприкосновения, и нехорошая картина будет по-разному слышаться в разных местах комнаты. Поэтому еще раз, скорость звука 330 метров в секунду надо разделить на частоту, и вы получите расстояние, больше которого не следует раздвигать эти два излучателя. Либо наоборот, 330 разделить, допустим, на 15 сантиметров, и вы получите частоту, на которую можно делать ошибку кроссовера. Иногда бывают парадоксы, вот, например, долимая, любимая сборка твиттер купольной и ленточной, купольной там вообще, к моему, сверху не режется, а ленточная начинает работать от 14, если я не ошибаюсь, килогерц. То есть 14 килогерц, это 330 метров в секунду, разделить на 14 килогерц получится полтора сантиметра, что, конечно, невозможно разделить, раздвинуть, так, эти динамики. Поэтому там получится интерференционная картина. В этом плане, кстати, коаксиальные динамики хороши, то есть они концентрические, концентрические расположены друг от населения друга, и интерференции у них практически не возникает. Что такое интерференция? Дайте вам покажу. Быстренько, быстренько. Я знаю, вы все спешите. Вот, смотрите, вот работает один источник излучения в комнате, динамик, в комнате, в колонке. Вот здесь вот вы, допустим, где-то находитесь, где сейчас стоит мышка. Мышка, 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 да. И мышка получает ушками своими ровную, плоскую звуковую волну, равномерное звуковое поле. Вот если сделать два источника звука, то есть твиттер и вуфер, и поставить их на каком-то расстоянии, получится вот эта вот интерференционная картина. И чем дальше они размещены, тем она будет круче и гадкое вот это вот звуковое поле никуда не годное. А если мы их сдвинем на расстояние, как я говорю, с измеримой длиной волны, то мышка слышит опять плоскую звуковую волну, нормальную совершенно в этом случае. Однако она зависит от частоты. Вот если подвинуть частоту и сделать больше, то интерференция появится опять. То есть получается, что если сшивку вы делаете выше, то источники излечения вы должны будете сдвинуть, что как бы не всегда получается. В частности, в моем проекте это точно не получится, которую трехполосную систему я сейчас делаю, потому что там сшивка будет около 5,5 кГц. То есть, сами понимаете, на такое расстояние я сдвинуть, к сожалению, не смогу. Вот таким образом. Можно задемпфировать, с помощью демпфирования ослабить этот эффект. Но он, это, знаете, маскирование, потому что все равно равномерным звуковое поле при этом не будет. Поэтому демпфирование это хорошо, но в общем не в этот раз как бы. Поэтому нужно просто сдвигать ближе эти источники излучения, эти динамики, скажем так, для того, чтобы получить нормальную звуковую волну. Вот такая вот история, дорогие друзья. Больше сегодня ничего вам сказать. Просто кто скажет, что день сегодня хороший, и динамики нужно сдвигать, следуя по простой формуле. Всего хорошего. Auf Wiedersehen. Субтитры создавал DimaTorzok